Данилевский о культурно-исторических типах. Он говорит, что на долю народа может выпасть три роли. Итак, первое. Положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа. То есть, там, например, египетского, китайского, значит, германо-романского, то есть, европейского и так далее, и так далее. Вторая роль. Разрушительная деятельность так называемых бичей божих, предающих смерти тряхлой, томящейся в огоне цивилизации. То есть, всякие там татары, монголы, турки и так далее. И третья роль – это, значит, служение чужим целям в качестве этнографического материала. Этнографический материал развитых вот этих исторических типов. То есть, это сырьевые придатки, это там Африка, сейчас это славянский мир и так далее, и так далее. Книга Николая Яковлевича Данилевского «Россия-Европа. Кодекс славянства». Содержание. Глава первая. 1864 и 1854 годы. Вместо введения. Сравнение двух годов. Равнодушие Европы к Дании и симпатия к Турции. Глава вторая. Почему Европа враждебна России? Россия. Россия не есть завоевательное государство. Что такое завоевание и так далее. То есть, это совершенно другой культурно-исторический тип. Глава третья. Европа ли Россия? Нет. Россия не Европа. Что такое Европа? Искусственность деления частей света. Культурно-исторический смысл Европы. Россия не принадлежит к Европе. Роль России, по мнению Европы. Ну, быть компостом для ее роста. Глава четвертая. Цивилизация европейская. Тождественна ли с общечеловеческую? Запад и Восток. Прогресс. На Востоке. Китай. Смерть народов. Что такое система науки? Глава пятая. Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения и развития. Пять законов развития типов. Закон. Сродства языков и политической независимости. Закон непередаваемости цивилизаций. Глава шестая. Отношение народов к общечеловеческому. Понятие наших западников об общечеловеческом и национальном. Учение славянофилов. Не может быть одинаково ли высшего осуществления идеи человечества? Общий ход возрастания каждой науки. Глава седьмая. Гниет ли запад? Вероятно ли в настоящее время появление новой славянской культуры? Глава восьмая. Различия в психическом строе. Деление человеческих племен. Рецеуса. Выводы из него. Насильственность черта германо-романского типа. Нетерпимость. Папство. Разделение церквей. Паразелитизм. То есть это паразелитизм. Это всех в свою веру. Торговля неграми. Война за опиум. Покровительство Турции. Отсутствие насильственности у славян. Глава девятая. Развитие вероисповедания. Откровение. Четыре понятия о церкви. Глава десятая. Различия в ходе исторического воспитания. Определение государства. Отношения между народностью и государством. Племена несознательные. Племена, умершие для политической жизни. Одна народность, одно государство. Глава одиннадцатая. Европейничание. Болезнь русской жизни. Неполное здоровье России. Необходимость Петровского преобразования. Отношения Петра к России. Две стороны его деятельности. Но мне не нравится его комплементарное отношение к Петру и Екатерине. Также непонятны его отношения к старообрядчеству для меня. Глава двенадцатая. Восточный вопрос. Очень интересный. Бессилие дипломатии. Мнение историка Славьёва. Значит, и так далее, и так далее. Очень важный восточный вопрос. Место Австрии в восточном вопросе. Краткий очерк истории образования австрийского государства. Без славян и русских невозможны были бы культура и политическое развитие Германии. Глава четырнадцатая. Царьград. Центральность. Местоположение Константинополя. Его четыре названия. Четыре эпохи его истории. Права на Константинополь. Что такое историческое право? Глава пятнадцатая. Всеславянский союз. Россия не может быть членом европейской политической системы. Вмешательство никогда не приносило ей пользы. Россия должна быть противовесом Европе. Две судьбы предстоящей России. Глава шестнадцатая. Борьба. Закон сохранения запаса исторических сил. Правила русской политики. Россия не заинтересована в системе равновесия. Равновесие вредно для России. А нарушение выгодно. Когда Европа воюет, Россия хорошо. Когда равновесие в Европе. Они делают натиск на восток. Так называемый. После борьбы. Последняя глава. Семнадцатая. Славянский культурно-исторический тип. Вместо заключения. Четыре разряда культурной деятельности. Первичной культуры. Одноосновные культурно-исторические типы. Европейский тип. Троякая анархия Европы. Надежда и свойства славянского мира. Характер славянской религиозности. И так далее. То есть, кто не поп, тот батька. Россия с другими державами не должна иметь никаких связей, кроме торговых. Граф Ростопчин. Борьба неизбежна из-за восточного вопроса. Фридрих говорил, что русские – это стены из мяса. Что их мало убить. Нужно еще их и повалить. Борьба с Европой – это лекарство от язвы подражательства европейничения. Значит, эта книга – это кодекс славянства, это Данилевщина, это теория всеобщей истории. По-нашему. Гигель был русофом. Мировой дух приписывал только германскому миру. А все остальные – значит, не исторические народы, которые его не носят. Его носят только исторические. Значит, главная мысль отверг, единую мысль о развитии человечества. История – это значит прогресс общего разума. История – это прогресс общей цивилизации. Это не так. Такой цивилизации нет. Есть частные цивилизации, культурно-исторические типы. Прежний взгляд на историю искусственный. Данилевский как бы естественную систему предлагает, а не искусственную. Вывод. Славяне не предназначены обновить весь мир. Найти решение исторических задач для каждого культурно-исторического типа. Вот и все. Эта книга – попытка объяснить положение славянского мира в истории. Зло – это потеря нравственной народной самобытности. Запад навязывает свою культуру под фиговым листом общественных ценностей. Николай Данилевский. Россия и Европа. Европейничение – это болезнь. Все формы европейчиния, которые так богата русская жизнь, могут быть подведены под следующие три разряда. Первое. Искажение народного быта и замен форм его формами чуждыми, иностранными. Искажение и замен, которые, начавшись с внешности, не могли не проникнуть в самый внутренний строй понятий и жизни высших слоев общества, и не проникать все глубже и глубже. Второе. Заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их на русскую почву. С мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и везде хорошо. Например, пересадили суд, адвокатский европейский дух и прочее. Третье. Взгляд как на внутреннее, так и на внешние отношения и вопросы русской жизни с иностранной, европейской, германо-романской точки зрения. Рассматривание их в европейские очки, так сказать, в стекла, поляризованные под европейским углом. Наклонение, причем нередко то, что должно бы нам казаться окруженным лучами самого блистательного света, является совершенным мраком и темнотою, и наоборот. Насильственность Европы по-данилевскому выражалась в религии, вот этих бесконечных орденах, нетерпимости, насаждений католичества со времен еще Карла Великого всем и вся. То есть насильственность в религии, колониальная вот эта политика, да, завоевания там Африки, Северной Америки. И политика, вот эта вся, за равенство и братство, да, она только к гильотине приводила, и все. А купцы, торговля, да, которая везла отраву в Китай, отравляла великий народ. То есть интересы религии требовали некогда варфоломеевской ночи, интересы свободы, сентябрьской резни, неустанно действующей гильотины, интересы политического равновесия, и неизвестно кем угрожаемой цивилизации требуют теперь сохранения турецкого варварства, и свобода, жизнь, честь славян и греков приносятся в жертву этому новому молоху. Предводитель Готов Феодорик понимал законы исторического движения, когда заповедовал своему народу грубому и необразованному, но хранившему в себе залог самобытного развития не вступать в тесные сношения с окружающими его народами, стоявшими особенно на высшей точке культуры, дабы вместе с заимствованием обычаев и нравов не потерять свою самобытность. Вот что произошло с Россией. Мы, заимствуя чужие обычаи и нравы, особенно европейские, особенно американские, потеряли свою самобытность. Это видно по всему. По ценностям и по архитектуре, по кинематографу, по всему. По еде. Данилевский. Европа ли Россия? Вообще деление на части света – это искусственное деление. Не учитывается много факторов. Климат и так далее. Италия, например, ближе к Северной Африке, чем к Европе. И так далее, и так далее. В общем, Урал тоже – это не самая лучшая, не такая странная граница Европы и Азии. В общем, он говорит о том, что… что такое вообще Европа? Смысл этого значения слова не географический, а культурно-исторический. Что же такое Европа в этом культурно-историческом смысле? Ответ на это самый определенный и положительный. Европа есть поприще германо-романской цивилизации. Не более и не менее. Это очень… а там он упоминает еще древнюю… древнеэлинская культура, вот эта греческая, которая зародилась на берегах Эгейского моря. Потом, правда, какое-то время в Афинах был центр, а потом снова сдвинулся на юг, в Александрию, в Египет. То есть, как бы миновал все части света. То есть, Азию, Европу и Африку. Вот, вот это вот… греки, римляне и так далее. Так вот, принадлежит ли в этом смысле Россия Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью? Нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывал Европа, как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ей уже разрушенного древнего мира. не питалась и теми корнями, которые подчерпали пищу из глубины германского духа. Данилевский пишет об обвинениях в пользу России со стороны Европы. Первое – это то, что Россия якобы завоевательная страна, хотя никому нет доказательств того, да, что, например, Сибирь – это занятие пустопорожного места, это никакое не завоевание и так далее, и так далее. Он различал этот миф. И второе – обвинение то, что Россия – гасительница света, гасительница свободы. Вот темная мрачная сила, политический ариман, как выжелезался я выше, это он говорит. И он приводит очень интересную цитату знаменитого Ротека. Значит, он ее не цитирует буквально, но, что всякое преуспевание России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее благодетствия и могущества, есть общественное бедствие, а не счастье для всего человечества. Это общественное мнение в Европу он выразил.